Каким должно быть экологическое воспитание именно на территории Латайского края? Какой региональный исторический компонент включить в воспитательные программы? Эти и ряд других вопросов, касаемых развития детей и молодежи, обсудили на масштабном форуме министры, главы городов, районов, общественники, молодые активисты, представители общественных палат Барнаула, Бийска, Белокурихи и Затосибирский. Такой формат общения общественная палата проводит впервые за семь созывов. Совместное заседание общественной палаты Латайского края, муниципальных общественных палат, потому что, а, во-первых, проблемы одни и те же, хоть в Белокурихе, хоть в Бийске, хоть в Барнауле, они схожи проблемы, и, б, все-таки, есть желание как-то ближе интегрировать друг к другу взаимодействие между общественной палатой. Российское движение молодежи, воспитательная среда, качественное образование, семейное и экологическое воспитание. На протяжении целого дня работало пять тематических секций. Участники обсуждали новые тренды развития юного поколения. Например, уже у нас в школах Алтайского края на сегодняшний день действует масса спортивных клубов, есть детские театры, есть интересные такие направления работы. То есть, вот как творческие порывы детей, их инициативу, их позицию гражданскую направить в то или иное русло, чтобы детям было интересно. Специально на мероприятие приехала председатель общественной палаты страны по делам молодежи Елена Родионова. Она отметила передовые предложения нашего региона, которыми гордятся на федеральном уровне. То, что касается, например, бессмертный полк России, как развивается в крае, то, как реализуются проекты, связанные со школами, вузами, форумы студенческие, очень много интересных инициатив, ну и, конечно, волонтерство, добровольчество, то, чем сейчас живет страна. Участники заседания обсудили также реновацию детских оздоровительных лагерей и создание на Алтае круглогодичного центра отдыха, разработку единой программы военно-патриотического воспитания. Тезисы, предложенные сегодня, в будущем станут опорой для профильных министерств. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком.